На часах 15.07 и мы выезжаем из Витязева. У нас сегодня будет квест, как добраться до Анапы. За сколько мы доедем вообще, как у нас дорога будет. В общем, мы выехали, у нас впереди верхняя дорога, ЖК Кавказ. Поехали, сниму, в общем-то, когда буду уже в Анапе. Ну, это будет самый такой честный обзор. Вот сейчас пробок нет, ни сезон, ни зима, конечно же. Людей меньше, намного меньше. Может быть, если какая-то пробка встретится, на пути обязательно ее сниму для вас, чтобы вы примерно знали, вот если собираетесь жить в Витязево, сколько времени вам потребуется добираться до Анапы, до города, центра Анапы. Итак, друзья, мы за 4 минуты, ровно 4 минуты, потребовалось, чтобы выехать из Витязева на Симферопольское шоссе. Это та самая дорога, которая идет в Новороссийск через Анапу, и впереди у нас ЖД-вокзал. Будьте предельно аккуратны, выезжая на эту полосу, потому что нам нужно здесь уступать и смотреть в зеркала, чтобы не было сзади машин. Направо уходит поворот на Джамиде, на лево на ЖД-вокзал. Как видите, сегодня нет пробок нигде, даже здесь. А это такое проблемное место, на самом деле, для Анапы даже вне сезона, потому что в зависимости, куда едет. В основной поток, в ту сторону и стоят пробки. На выходных стоят со стороны Рима, ну и Керчи. На будние дни со стороны Анапы, то есть разъезжаются в пригород люди после работы. Но сейчас, как видите, пробок нет. Сегодня у нас будний день рабочий, поэтому в основном, наверное, большинство на рабочих местах. У каждого начало Анапы свое. Для меня, например, Анапа начинается с этого самого кольца, с которого можно уйти на Новороссийск, на Гостогаевскую, в общем, на Варениковскую, куда угодно. Вот это кольцо для меня является началом Анапы. После него по прямой, я считаю, самое, что ни на есть, центральная часть города начинается. То есть все, что шло до этого, для меня это не Анапы, это все-таки Джамите, Витязево и другие пригородные населенные пункты. И сейчас у нас на часах 15-16. То есть мы выехали в 15.07, доехали до начала Анапы. С моей точки зрения, опять-таки, она может быть у вас совершенно другая. Кто-то считает, что с улицы Северной начинается Анапа, для меня это кольцо. И, в общем, мы доехали до сюда за 9 минут, получается. В принципе, я считаю, что это очень быстро. Летом, разумеется, никто за такое короткое время сюда не доедет. И также свободно здесь точно не будет ехать по Симферопольскому шоссе, потому что каждый год, и с годом в год, вот я уже наблюдаю это минимум 2 года подряд. А еще до этого в 15-м году приезжала, и вот все время улица Симферопольское шоссе, она всегда стоит, причем в обе стороны, имейте в виду. Поэтому, конечно же, беспрепятственно передвигаться зимой, я считаю, что лучше здесь, чем по Пионерскому проспекту. Ну, во-первых, там движение, в принципе, запрещено для транзитного проезда, сквозного проезда легковых автомобилей, только маршрутки там, по идее, могут двигаться. Ну, вы максимум можете с перекрестков, конечно же, заезжать, попадая на Пионерский проспект, то же самое, Джамете. Но если вы едете в Анапу, то желательно, чтобы вы ехали по верхней дороге, то есть по вот этой обездной, по которой я сейчас с вами двигалась. Во-первых, вас точно никто за это не накажет, это нормальный проезд до Анапы, нормальная дорога, положили в прошлом году, летом к Чемпионату мира прекрасный асфальт, есть что-то прекрасный, потому что нет ни ям, ни кочек, ничего, здесь тоже хорошая дорога. И в целом, вот, пожалуйста, за 10 минут вы приезжаете в Анапу спокойно, беспрепятственно, без всяких переживаний, плюс камер, там на 40 много, а здесь их как бы нету, поэтому вот хороший вам способ кататься из Витязева в Анапу. Кто-то говорит, что это очень далеко, нет, это недалеко, тут рядышком. Блин, да я больше добиралась в своем городе Курске с жилья, так сказать, со своего места обитания до центра города. Это реально понты, если можно так выразиться, это действительно ни о чем. То есть вы реально живете, хоть и в Витязево, допустим, но вы живете, считайте, в Анапе. То есть это те же расстояния, которые преодолевают городские жители в других населенных крупных городах, поэтому я думаю, что вот она как раз Анапа, мы с вами доехали до перекрестка с улицы Северной, и дальше вот я уже продолжу свой путь, к сожалению, без камеры, то есть своей задачей показать, за сколько можно доехать с Витязева до Анапы, я справилась, потому что смотря, куда вам дальше нужно, вы можете либо свернуть на улицу Северную, направо и поехать, также можете поехать прямо по улице уже Кристианской, дальше, куда вам нужно. То есть здесь на самом деле Анапа хоть и небольшой город, но очень много перекрестков, улиц, и, соответственно, маршрут вы будете тоже выбирать, исходя из того, куда вам нужно все-таки в Анапе, потому что иногда, когда у нас сейчас пик здесь, просто нужно искать самый быстрый путь, не самый кратчайший, но самый быстрый, потому что Анапа на самом деле не очень большой город, но постоянно стоит затором. Но сейчас мы с вами увидели, пробок нет, город чист, ям тоже нет, я в шоке, поражена, действительно, я в восторге, потому что до этого я, конечно, что только не увидела, ехав из Курска сюда. В общем, меня пока что все радует, Анапа тоже меня, видимо, радостно встречает, нам перестраиваться нет смысла, поэтому мы поедем по этой полосе. Всем спасибо большое за просмотр, огромное спасибо еще и комментаторам, которые напишут свой комментарий. Такой вопрос хочу задать, на который вы, если несложно, ответьте, пожалуйста, в комментарии. Приезжали ли вы на своем автотранспорте в Анапу, ездили ли вы по Анапе, и, может быть, кто-то из вас ездил ли по Анапе вне сезона, вот, то есть, как я сейчас, когда у нас, соответственно, уже и пробок поменьше, и, соответственно, город совершенно по-другому выглядит. В общем, жду вас в комментариях, огромное еще раз спасибо за просмотр. С вами была Светлана из Анапы на своем автомобиле, теперь будем вместе с вами изучать различные маршруты, точечки и интересные места.